Отечественный краситель используют для производства изделий из мусора на Камчатке. Городская свалка номер один Петропавловска ежедневно принимает 270 тонн отходов. Мусор отправляют на сортировку. Там отбирают бумагу, картон, стекло, пластик, текстиль, металл, а также автомобильные покрышки. Проходит через виброгрохот, от которого отсеиваются пищевые отходы. Это кожура банановая, картофельная кожура, то есть все, что связано с пищевыми отходами, именно пищевка. После чего попадает уже на подачу, на сортировочную ленту, где стоят люди и непосредственно сортировывают полезную фракцию. Это бутылки, стекло, салофан, провода медные, алюминиевые, банка алюминиевая, флаконы, стекло, это бутылка стеклянная. Стоит после этого магнит, который отсортировывает непосредственно металлические части, запчасти всякие разные. Пластика с добавлением компонентов, таких компонентов, как резиновая крошка, таких компонентов, как песок, в некоторых случаях краситель. Мы можем производить тротуарную плитку, дорожную плиту, некоторые элементы пластикового декора. Замгенерального директора отмечает, что санкции никак не отразятся на деятельности завода. Всё оборудование и краска закупаются у российских производителей. Единственный компонент, который добавляется в пластик, это краситель. Краситель у нас тоже поставляет российский производитель, один из российских производителей. Мы даже недавно получили от муниципалитета специальную субсидию на получение именно этого вида материала. Добавим тот мусор, который невозможно переработать на местном заводе, отправляют в другие регионы страны для дальнейшей переработки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова